Испытания в жизни Оленьки и Гумновой начались прямо с рождения. Девочка появилась на свет шестимесячной, в тяжелейшем состоянии из-за преждевременных родов, вызванных отслойкой плаценты. Ребенок сначала получил сильнейшую асфикцию, а затем и обширное кровоизлияние в мозг. Малышка выжила, но надежда на счастливое детство у родителей таяли на глазах. Я хотел всегда дочку. То есть как бы Господь мне ее подарил, она стала жива, она наша кровинушка. И благодаря ей мы, наверное, в этом мире видим много добра. Оленьке уже 10 лет, и все эти годы родители не отходят от нее. Говорить ей самостоятельно двигаться девочка не может. По отдельным звукам близки научились понимать желание ребенка. Олечка, она у нас почти не видит, она видит только свет и не слышит. А гулять она любит просто, это самое любимое занятие. Коляске наша уже 9 лет, в которой мы гуляем. И она из нее просто выросла. Помощь в приобретении специального кресла коляски предложил благотворительный фонд «География добра», который организует экологические просветительские проекты. За 7 лет организация собрала и передала в помощь нуждающимся более 7 миллиардов рублей и таких людей, которым удалось помочь более 20 тысяч по всей стране. Фонд принял решение взять на попечение под свои социальные проекты ребенка из Медвежьих озер, Ольгу. И сейчас мы как раз ведем первый экологический проект. Люди могут сдать пластик, макулатура, эти деньги пойдут на колясочку. И у нас уже выбрана коляска, которая будет непосредственно направлена семье. Чем больше людей откликнется на призыв волонтеров, тем быстрее удастся собрать нужную сумму – 354 тысячи рублей. Столько стоит кресло-коляска для Оли. Радостную весть о начале сбора средств волонтеры сообщили семье. Для вас приятная новость. Мы начали сбор средств на коляску. Можно просто помогать материально. Можно сдать вторсырье, которое у них копится ежедневно. Часть сдать на переработку, а деньги пойдут на благотворительность. Помочь Ольге Гумновой можете и вы. Реквизиты для перечисления средств размещены на сайте фонда «География добра.рф». В поддержку Оли будет проходить еще одна акция фонда «Дети вместо цветов», приуроченная ко Дню знаний. Ее участники принесут 1 сентября один общий букет вместо множества отдельных. А сэкономленные деньги переведут в благотворительный фонд. Продолжение следует...